Всем привет, дорогие друзья! Июль, середина лета, и в этом месяце в нашем разговорном клубе на патреоне мы говорим о лете. Если вы ещё не знаете, что такое разговорный клуб на патреоне и как он работает, я оставлю ссылку где-то здесь, а также в комментариях, так что заходите, посмотрите, есть информация на русском и на английском языке. В этом видео сегодня я отвечу на вопросы, которые мы со студентами разговорного клуба будем отвечать на встрече в зуме. Мы будем обсуждать эти вопросы на встрече в зуме, так что мои ответы будут вам как небольшой пример. Если вам понравятся какие-то фразы, вы можете их смело использовать, в ответах я буду ориентироваться на уровень b1 примерно. Итак, первый вопрос. В России каникулы у школьников длятся всё лето. А как у вас в стране? И как вы проводили летние каникулы в детстве? Да, школьники в России отдыхают всё лето, три месяца, и поэтому, конечно, все дети просто обожают лето. Я не была исключением, несмотря на то, что я хорошо училась, в принципе, любила учиться, но лето любили все, я тоже. И несмотря на то, что я закончила школу много лет назад, у меня до сих пор в начале лета есть такое ощущение, что вот, наконец-то лето, будет много свободного времени, наконец, могу заниматься чем хочется. Сейчас это часто уже не так, но всё равно ощущение осталось. В детстве, если обобщить, то лето это, наверное, было три главных компонента. Во-первых, это много времени с друзьями на улице, на свежем воздухе. Моё детство было ещё без интернета, без мобильных телефонов, так что мы с друзьями, с подругами целыми днями были на улице, играли, гуляли, разговаривали, и нам никогда не было скучно. Во-вторых, это поездки всей семьёй куда-нибудь. Мои любимые поездки это, пожалуй, поездки на море, и я рассказывала о них в другом видео, которое называется море. Если вы не смотрели, то я опять оставлю ссылку где-то здесь, посмотрите. И в-третьих, лето это дача. О даче мы говорили буквально недавно, опять было отдельное видео, поэтому опять оставлю ссылку, если не смотрели, посмотрите. Да, так что вот эти три компонента. А ещё летом я очень много читала. Во-первых, у нас были специальные такие списки литературы на лето. Это как домашнее задание для школьников, что школьники должны прочитать за каникулы. Но кроме этих списков, я также читала что-то не по школьной программе, то есть что-то просто для удовольствия. Я любила, например, научную фантастику. Мне нравился Жюль Верн или наш российский писатель Александр Беляев или что-то современное, как, например, Гарри Поттер. Его ещё не было в библиотеках, но все дети активно читали. Вот так. Второй вопрос. Как вы проводите лето сейчас и что вы делаете только летом, что невозможно в другое время года? Ну, невозможно здесь, конечно, громко сказано. Я имела в виду просто, что конкретно вы делаете только летом и не делаете в другое время года. Вот я, например, летом более активно занимаюсь спортом. Я люблю ходить на пробежки по утрам, и я делаю это только летом. Конечно, это возможно делать круглый год, и люди, которые серьезно занимаются спортом, делают это круглый год. Но я люблю бегать, когда на улице тепло, сухо, комфортно, и поэтому я хожу на пробежки исключительно летом. Да и вообще, например, заниматься спортом на свежем воздухе. Люблю выйти с утра в сад или в парк и позаниматься йогой, например. Мне очень нравится. Вот это были мои примеры. Мне будет интересно послушать ваши. Перейдем к вопросу номер три. Вы любите лето? И почему? Почему да или почему нет? Я очень люблю лето. С одной стороны, я ненавижу жару, я ее плохо переношу. Сейчас с каждым годом лето становится все жарче и жарче. Но с другой стороны... Я из Сибири, вы помните, да? Многие люди ошибочно думают, что в Сибири нет лета, что у нас все время холодно, все время зима. Это не так. У нас есть все четыре времени года. Но зима, правда, самое долгое и такое суровое время года, так что в конце зимы все люди уже устают. И весна, и лето — это всегда долгожданные сезоны. Поэтому, когда на улице тепло, солнечно, даже немного жарко и можно носить легкую одежду, это всегда очень радостно. Ну и для меня, пожалуй, лето — это долгие дни. Я очень люблю, что утром просыпаешься рано, на улице уже светло, птицы поют, солнце светит, и сразу хорошее настроение. Вопрос номер четыре. Как вы думаете, когда лучше путешествовать? Летом или в другое время года, и почему? Хороший вопрос, по-моему. В принципе, я согласна с Максимом из нашего текста, который говорит, что путешествовать летом невыгодно и вообще не очень приятно, потому что на улице жарко, везде много туристов, цены на всё завышены, на авиабилеты, на жильё и так далее. И я думаю, что это объективно. То есть летом объективно путешествовать не очень хорошо. У меня есть хороший пример. Вы знаете Чинкветерре в Италии? Это очень красивое и очень популярное туристическое место. Но я была там зимой, в январе или феврале, и я помню, что было много снега, и почти все рестораны, кафе, гостиницы были закрыты. На улицах было практически пусто. Работала одна гостиница, и там жили все туристы, которые приехали в это время, и нас было, по-моему, максимум шесть человек туристов в Чинкветерре, представляете? И было очень интересно посмотреть, как живут местные жители в таком туристическом месте, когда туристов нет вообще. И это было просто фантастически, фантастическая поездка, и поэтому думаю, что путешествовать вне сезон очень-очень здорово. Но, с другой стороны, я не могу представить себе лето без единой поездки или без единого путешествия. Не могу представить, как можно провести целое лето дома, в городе, в духоте, в шуме. Хотя бы, как минимум, думаю, что нужно съездить на природу и желательно на море. Я очень люблю ездить на море летом. Ну и последний вопрос. Закончите фразу. Идеальное лето — это... Для меня идеальное лето, думаю, это всё, о чём я уже рассказала раньше. И плюс баланс между таким хорошим, качественным отдыхом и работой. Причём такой нерутинной работой. Я, как вы знаете, преподаватель. И летом часто у нас бывают каникулы, но уже, конечно, не всё лето. Но также часто у нас летом работа более интенсивная, чем обычно. Например, есть летние курсы, есть какие-то интенсивные летние курсы. Но это бывает только летом. И поэтому это такая нерутинная, нестандартная работа. И несмотря на то, что это бывает очень интенсивно, это очень приятно. Ну и во-вторых, летом часто преподаватели, даже когда отдыхают, даже когда уходят в отпуск, мы думаем о том, что будет в новом учебном году, начиная с сентября. Мы планируем какие-то новые программы, новые курсы. И поэтому... Да, поэтому я и сказала, что баланс, да, между работой и отдыхом. Потому что важно отдохнуть, но и как-то настроиться на новый учебный год, может быть, разработать какие-то новые программы, подумать о том, что будет в новом учебном году. Это всегда очень приятно. Ну вот, пожалуй, это все. Сейчас мне интересно узнать ваши ответы. Встреча в Zoom будет на следующей неделе. Также напоминаю, что у вас есть возможность написать ваши ответы в комментариях на Патреоне, и я их проверю. Еще раз напоминаю, что все ссылки будут в описании и в комментариях к этому видео. И до встречи на следующем уроке. Пока!